Как он уже прошел год его трезвой жизни? Вам слово. Сколько времени? Ну, 30-40 минут. Иван, алкоголик. Если я скажу, что я не волнуюсь или я не ждал этого дня, то это будет неправда. Я его ждал, его очень ждал и волнуюсь. Это своего рода этап, своего рода какой-то итог. Конечно, очень приятно сидеть здесь в качестве юбиляра и вещать, скажем так. Ну да ладно, Бог поможет. Я родился в семье довольно достаточной, в семье ученых, в семье преподавателей университета, врачей. То есть детство у меня было обеспечено, по большому счету я ни в чем не нуждался. Все было хорошо, по советским меркам все было нормально. Как говорится, люди со стороны не могли ничего сказать плохого. Алкоголь в семье был всегда. Причем алкоголь непростой, потому что на презенты давали всегда что-то получше. В общем, всегда был в доме алкоголь, но никогда никто не выпивал. Что такое пьянки, что такое... Только на праздник по чуть-чуть выпивали, если кто-то из гостей мог себе позволить лишнего, это было каким-то нонсенсом, и потом долго все это обсуждалось. Так что я рос в нормальной, приличной семье, без пьянок, без алкоголя. Мой опыт алкогольных дебошей это было только напротив, в двери, видеть, как сосед напившись гонял жену, детей, со всеми сопутствующими атрибутами. Вот, все было нормально, все было хорошо. Мое знакомство с алкоголем состоялось лет 13-14, когда ребята с улицы предложили, говорят, давай выпьем, ну мы же же взрослые. Я стащил у деда из элитного бара, стащил бутылку алкоголя. Ну, выпили по стакану. Ну, либо стакан не было много, либо из-за того, что это был лечебный бальзам битнера, который пьют по чайной ложке. Вот такой специалист выпивохан. В общем, голова звенела, сердце выпрыгивало. Я думал, да что в этом, почему люди так любят выпивать. И все, и меня как отрубило, да и не было у меня ни тяги, ничего. Моего знакомства этого хватило надолго. Следующее знакомство было где-то в 10-11 классе в рамках экспедиции, поездки на Западную Украину по изучению этноса. Село, Западная Украина, священный вечер. Как это не пить? Я не хотел, конечно, ударить грязь лицом, я хотел быть как все, а пить не умел. Ну, естественно, напился до поросячьего вирусга, так что меня потом откачивали. И опять алкоголь на несколько лет, до второго курса института опять. То есть вообще не было, мало ли, там по чуть-чуть. Я пил колу, я пил воду, я не понимал, что они сидят, ребята, там пиво это сосут. Но в один прекрасный день они меня пошутили над, мне сказали, не было колы, закончилось, мы тебе купили пиво. Я так хотел пить, что я выпил это пиво. Вот тогда, ребята, почувствовал первый кайп, что такое вот этот вот приход, когда холодное, газированное, летом и все. А потом еще и маленько захмелел. С тех пор я с пивом подружился навсегда. Были, в университете были, ну, пьянки отмечали, конечно, встречались, все, там, дни рождения, там, 8 марта, 23 марта, всякие праздники. А праздников в Советском Союзе хватало, это еще в советское время было университет, там, 92-й, 3-й год. Но вот я анализирую сейчас, никогда не было, чтобы я на своих ногах ушел домой. Я считал, что пьют так все, ну, напивались, конечно, все, кто с деревом обнимался, кто там еще, где, как, но я считал, что это нормально, я считал, что это хорошо. Я не задумывался о том, что можно выпить несколько рюмок, чтобы тебе было нормально, нормально было состояние и остановиться на этом. То есть, мое знакомство и мое общение с алкоголем всегда происходило до последней точки, до упора. Довольно долго я жил с алкоголем без злоупотребления, то есть, да, выпивали, да, было, но не было такого, что это была главная цель в моей жизни, не было такого, что алкоголь как-то перечеркивал все мои остальные стремления, он как сопутствующий, было очень долго, но без алкоголя я уже не мог обходиться, то есть, мне уже стали делать замечания, что ты пьешь пиво, я хочу пить, ну, возьми, выпей воды. Нет, мне нужно было пиво, почему, потому что если я буду пить воду, я потом уже понял, что я не получу этого эффекта, как я выпью 3 на 10. И у меня это было каждый день, каждый день, и я стал за собой замечать, что у меня уже нет ни одного дня, чтобы я хотя бы что-нибудь не выпил алкогольного. Без вот этого кайфа, без вот этого вот уже умиротворения какого-то я уже находиться не мог. Я могу ошибаться, но вот такой вот скачок, я ряду как упадок в своих делах, в своих отношениях, в том числе и в отношениях с алкоголем, я почему-то приписываю на 2007 год, почему, потому что я упал, поломал ногу, вылетел где-то месяца на 3 из рабочего режима, не мог работать на второй работе, на первой платили только больничный, в общем, финансовые дела покатились под откос. Ну, естественно, деньги самое главное, хотя без них тоже никуда. Пить-то я не перестал, я ходил, брал в долг, я записывал в Маколити, я мог не взять домой воды, ни хлеба не принести, но выпивку я записывал всегда, находил деньги, одалживал, переодалживал, но на выпивку я находил всегда. И постепенно, постепенно все это привело к плачевному состоянию и в банке, и на работе, и как-то так оно все скатилось, скатилось с катушек. И сам того не заметив, я спрятался за алкоголем, вот как страус в песок, да, напился и по барабану, напился и по барабану. И сначала, если это было инстинктивно, потом это уже было осознанно, я уже без алкоголя не мог находиться, и мне было наплевать. На работу я иду, делают мне замечания, не делают, что говорит жена, что говорят окружающие. Дети вообще меня боялись, когда я был пьяный дома, приходили дверь, открывали, папа дома, да, пьяный, да, спит, нет. Ну ладно, я позже приду, потому что все хочет жить, хозяин в доме, это не так стоит, это не так лежит, и вообще вы жить не умеете, и вы не знаете, и все в таком плане. Ну в общем, кум королю сватминистру, хотя я всегда считал, я никогда не считал себя алкоголиком, я никогда не считал, что я веду себя как-то неправильно. Я работаю на одной работе, на двух работах, на трех работах, у меня есть жена, у меня есть двое детей, у меня есть машина. То есть я упакован, у меня все нормально, все хорошо, нету ничего такого, за что я мог себя винить. А то, что мои пьяные выходки, они влияют и на семью, и на работу, и на мое положение, на мое отношение, я не задумывался. Мне было важно, чтобы у меня было спокойствие, чтобы у меня было умиротворение, и все остальное, как говорится, меня не касалось. И довольно долго продолжалось так потом, я особо остро почувствовал то, что я не могу обходиться без алкоголя уже в течение дня. Я начал похмеляться с утра, потому что с вечера, я не помню, как я бывало, я и в кресле засыпал, бывало на диване, не переодевшись, не раздевшись, в рабочей одежде засыпал. И тоже для меня это казалось нормально. Пришел такой момент, что на работе у меня и продолжение того, я с утра похмелялся, ехал на работу, никогда я работу из-за пьянки не пропускал, я вот, может, и пропускал, но я такого припомнить не могу. То есть я с утра встал, похмелился, с той заначки, которую с вечера я уже заныкал. Если заначки не было, для меня это была паника. И на работу, замечания от хозяина, замечания от клиентов, что это такое, отчеты с запахом, ну, как всегда, придумал, приврал и продолжал работать. А потом так получилось, что меня перевели работать с клиентами, как говорится, лицо фирмы, и я вообще не мог, я держался, держался на зубах, но у меня хватало максимум до пяти часов вечера на рабочий день. И прямиком мне не нужны были никакие шаотно-софоты, никакие деньги, мне нужно было вырваться только с работы, сразу на киоск, залпом выпил, попустил, покурил, и потом выпивший, поехал за рулем. На продолжение, не знаю, лет 15, наверное, я ездил за рулем, постоянно выпивший с банка пиновами, между коленей, вместо воды, вместо всего, постоянно. Как меня Бог уводил, это только сколько раз меня жена тормозила, сколько раз друзья тормозили, подсказывали, каким-то образом в самый последний момент от аварии, от чего-то такого криминального всегда, как говорится, ну, Бог миловал. И когда меня перевели на вот эту работу, я почувствовал, все, мне каждые 3-4 часа нужно 150-200 выпить, чтобы не для того, чтобы быть в каком-то кайфе, чтобы просто я мог действовать, чтобы просто я мог функционировать, чтобы я мог прийти в какое-то соответствие с рабочим режимом. Это было очень тяжело, вот тогда я задумался, что надо что-то делать. Ну, что-то делать, это звучит абстрактно, а конкретно я ни к чему не прибегал. Вот, усугубились отношения с друзьями, почему, потому что в компанию приходили, все идут на перекур, а я хочу еще выпить. Говорят, а что, куда ты гонишь картину? А мне не хватало. Все на перекур, а я ищу стопку, раз меня увидели, два, говорят, а что ты, говорит, в одного здесь пьешь? Ну, в общем, хоть мне это было неприятно, но все равно так и продолжалось. Я потом взял другую фишку, я уже на гулянку, я уже приходил заряженный, все равно замечание. Ну, мы еще не начали, говорят, а ты уже веселый, ты уже готовый. Ну, как я мою хаму объяснил, что мне нужно больше, чем любому из них? И доходило до того, что в последнее время доходило до того, что я напивался до такой степени, что я не помню, что я творил. Как я грубил друзьям, как я приставал к их женам, как я там, это все, я этого не знал, не помнил. И даже не подразумевал это, потом мне уже жена рассказывала на следующее утро. Звонил, извинялся, просился и все в таком состоянии. И все равно никаких уроков не было сделано, все равно на следующей пьянке уже я буду стараться, я буду стараться, я буду стараться. И в какой-то момент щелчок и все старания уже пошли на смарку. И так продолжалось довольно долго, пока моя семейная врач меня срочно к себе не вызвала, не сказала. Она меня наблюдала 15-17 лет, как мы приехали в Израиль. Она видела моего отца, наблюдала моего отца, который умер с банкой пива в руках. И она говорит, мне надоело тебя уговаривать, мне надоело тебе что-то говорить. Я как врач, говорит, я тебя официально предупреждаю, вот твои показания, вот твои результаты анализов. Развернула ко мне монитор, а там все было красное. Говорит, если ты не бросишь бухать, ты крякнешь. Говорит, тебе до отца недалеко осталось. И меня это реально испугалось. Почему? Потому что я не считал, что я себя веду как-то плохо, что мне что-то мешает в жизни. Я начинал задумываться. Но чтобы исключить алкоголь из своей жизни, такого даже в помине не было. Может быть, пить как-то меньше, может быть, перейти на что-то другое. А от вина, может быть, меньше будет вставлять, а не мешать водку с пивом или еще что-то. В общем, разные варианты. В голове прокручивались. Не пить дешевое, а там, наверное, ацетон плохое, чуть подороже. А на подороже было жалко денег, потому что пил для того, чтобы был умножен эффект. И только вот желание жить, когда врач мне сказала, что так и так, говорит, все, тебе нужно прекращать или ты умрешь. Я испугался, я очень сильно испугался. И не знал, что делать. Я спросил у нее, что делать, врач, официальный представитель медицины. У нее не было для меня ответа в том форме, в том виде, который, допустим, меня устроил. Она мне дала два номера репцентра, написанные от руки, без визитки, без ничего. Я вышел, чейный комок возле горла, весь расстроенный, весь расплаканный. И сейчас я считаю, что это по воле Божьей. 80 машин на ханае возле этого места, где я вышел. 80 машин, только у меня одного лежит брошюрка, подходит ли вам АА. Я думал сначала прикол какой-то, либо родители, ну я думал, мама уже давно занималась моим воспитанием в этом плане, или брат, или соседи. Потому что соседям я тоже за шкуру заливал хорошо, пьяный домой иду, там всех жизни учил. Почему подъезд грязный, почему это так, почему не так. Вот, может, кто-то из соседей меня положил. До сих пор не знаю, клянусь, до сих пор не знаю, откуда она появилась. Да, в принципе, это не важно, я благодарен Богу, что эта брошюра появилась. Я открыл, прочитал, 12 вопросов, на все ответил положительно, свои бы еще мог дописать. Позвонил по горячей линии, попал на нашего Вову Любимова, он тогда занимался этим делом. Я говорю, так и так, сопли, слюни, у меня, ребята, я испугался очень сильно, потому что жить-то хотелось, у меня все нормально, все на мази. Он говорит, ну приходи, вечером группа есть, и вечером группа. Все, я уже до вечера старался не пить, ну, а застарался, наверное, на таком, на низком газу, как говорится. Пришел, а как, а что, а чего. Единственное, первое, что я почувствовал здесь, во-первых, мне было страшно, я не знал, что, я не знал, с чем это вы едят. Но я пришел с проблемой, я знал конкретно, что у меня проблема, что я могу, если я что-то, что конкретно я не знал, я не сделаю со своей выпивкой, со своим алкоголем, я умру. Это я уже понимал, это я уже знал, это уже был факт, который прозвучал от моего врача, который я уже принял. И я пришел там, где якобы мне обещали помочь. Сидел, вот там вот, сидел, слушал, естественно, ничего не понимал, первый, второй, восьмой, двадцать восьмой, шаги, перешаги, то все. Но, как сейчас помню, меня никогда, меня, меня не, вот это вот, скажем так, концепция Бога, молитвы, все, меня не то, что не натолкнули, я это воспринял нормально. То ли то, что я был подбуханный, то ли то, что я постоянно, у меня, у меня было свое понятие высшей силы, свое понятие Бога. То есть я всегда знал и понимал, и чувствовал, и верил, что есть какая-то сила, которая всем этим руководит. Вот, но меня с детства учили, ты должен быть самым лучшим, ты должен добиваться. Вот с этим понятием, вот с этими позициями я и пер по жизни. Ты что, не мужик, ты не можешь, вот. Ну, видать, у меня либо извращенное понимание, либо извращенное воспитание было, потому что оно не привело никуда лучше, как в анонимные алкоголики. Приняли меня очень хорошо, руки меня тряслись, меня так колотило, я не знал, что делать. Мне казалось, я выйду из этого макнаса и упаду, умру, все, мне врач сказала. Как сейчас помню, Эля мне подарила книжку, сделали мне чай, обняли, все, ах, я расплакался, мне еще слово дали, слюни у меня аж пузырями были. Вот, но я почувствовал теплоту, я почувствовал какую-то надежду, я почувствовал, что что-то где-то, вот есть что-то такое, что может помочь. Хотя бы то, что сидят люди, человек 20, наверное, 30 было, не помню, и объявляют какие-то сроки трезвости, говорят, что они не пьют. Вот, мне, действительно, мне стало интересно. Конечно, в первую очередь я думал о себе, как мне остаться в живых, как мне остаться в живых. А к этому могло привести только отказ от алкоголя. Я пришел на следующую встречу, еще, еще. Где-то месяц я ходил, старался не пить, но полностью отказаться от алкоголя я не мог. Хоть чуть-чуть вечером, так вот чуть-чуть, и я выпивал по-любому. Где-то месяц-полтора я вот так вот покочевряжился. Потом позвонил, нашим анонимным позвонил, говорю, что делать, вот как мне, как мне с этим делом бороться. Мне объяснили, братан, в анонимных алкоголиках учат, как не вернуться к выпивке, а бросить пить ты должен сам. Как так? Анонимные алкоголики помогают бросить пить. Нет, они помогают мне вернуться к этому. И мне объяснили, что бросить пить я должен сам. Семья не даст соврать, колбасил мне, наверное, два или три дня с минералкой, с одеялом, туда и сюда. Мне было очень плохо, но я держался. С одной стороны, потому что у меня не было выхода, а с другой стороны, что придясь сюда в группы, я почувствовал, что что-то есть, вот что-то может получиться. И, конечно, очень-очень хотелось жить. Первый день, второй, третий было тяжело. Первую неделю, десять дней тоже было тяжело. Где-то две-три недели физически меня попустило. Я продолжал приходить на группы, продолжал смотреть, все. И начали меня прессовать, бери спонсора, делай шаги. Бери, зачем мне спонсор, зачем мне шаги? Мне так хорошо, мне уже... Я вот сюда на группы прихожу, вас увидел, чаю, кофе попил, пообнимался. Мне хорошо, мне нормально. Я не знал, что такое спонсор, что такое наставничество и вообще все это такое. И потом, я не помню, какая была встреча, Гай, здесь вот Гай сидел, у него такая вдохновительная была речь, он так махал вот этой вот брошюрой, что я понял, без шагов, это не программа. Можно ходить сюда годами, но это вот как-то речь Гай на меня очень сильно повлияла. Вот, и так получилось, что со спонсором мы договорились, подошел я к человеку, говорю, так и так, если можешь быть моим спонсором, проведение по шагам, он говорит мне, звони. Что ты девушка, тебе звонит? Звони. Я ничего не понимал этой системы, но я делал то, что мне говорят. Было такое, что забыл, тупо забыл позвонить, у меня не было это еще в системе, у меня не было это все в понятиях. Ты за неделю вместо семи раз позвонил четыре, ну и что? Нет, ты должен звонить каждый день в определенные часы. А чего, а зачем? Дисциплина. Ну, в общем, потихоньку-потихоньку начали мы проходить шаги. Первый, второй, третий шаг, пришел я к четвертому шагу, все расцвело, все хорошо, и вроде бы и дома налаживается, и то, и то, и то, и то, и то. Четвертый шаг, писать инвентаризацию, заселать за эти бумажки, за ковыряние, за все эти. Спонсор мне говорит, да не зависай ты, и дальше, 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 чисто техническое, все, нет. Я начал себе раздумываться до стороны, не хотелось мне писать, ковыряться в себе. С третьей стороны у меня и так все хорошо, я все знаю. В общем, перестал я ходить на группы, потихоньку, 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 и в один прекрасный день дома делал Никайон, на свою же заначку наткнулся. За 20 секунд я открыл, выпил, и потом только, а зачем ты это сделал? Ну, все, механизм уже был запущен, а сразу мысль в голове, да не, я же сейчас знаю, я же знаю, что нужно молиться. Есть книга, книга у меня есть, 12 на 12 у меня есть, все у меня есть, я буду типа сам дома в одного выздоравливать. Нет, ребята, это правильно. Алкоголики в одного только умирают, а выздоравливают они только в группах. Мне показалось, что где-то недели 3-4 вот так вот меня колбасило с этими выпивками, я еще приходил сюда, пытался что-то шифроваться. У меня было такое, что я приезжал трезвый, стоял на группу, не на группу, потом алкоголь брал вверх, я выпивал этот фанфурик, и уже все, ну куда пойду с запахом. Стыдно было, разворачивался отсюда, из Батьяма, из Матнаса приезжал. Дочка старшая говорит, папа, ты определись, ты либо бухай, либо на группы ходи, а то что-то ты и вашим, и нашим, ни туда, ни сюда, и на группы вроде ходишь. И бухать бухаешь, говорит, как ты так? Ну и естественно, я сделал выбор в пользу алкоголя, думал, я справлюсь сам. Я думал, 3-4 недели, я когда посмотрел по календарю, посчитал, почти полгода. Почти полгода, и вся жизнь у меня завязалась. Я только-только получил работу, устроился на работу, она мне подходила. И по деньгам, и по коллективу, и все, я давно, ну я так и не ожидал, это мне подарок от Бога. И меня колбасило, как говорится, украл, выпил в тюрьму, вот так вот и я. Выпил, поспал на работу, выпил, поспал на работу, и все, вся жизнь завернулась. А Мацавта, как говорится, хуже и хуже, тяжелее, 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 тяжелее. Я чувствую тупик, кольцо сужается. Мне было плохо физически, я ночью в одного работаю, чуть ли не падал в этот станок, мне было плохо, и я помню, я опирался на эту машину, она работает, вибрирует. Я так молился, я понял, что я не могу в одного справиться с этим. И я искренне молился Богу, чтобы он это забрал, потому что из людей никто мне помочь не мог, сам себе помочь не мог. И я искренне просил Бога, я взмолился, как никогда, чтобы он меня это забрал. Каким это образом подействовало, я не знаю, минут через 20 у меня вот это состояние прошло, меня отпустило головокружение, все остальное, я хоть стал смотреть нормально, потихоньку, потихоньку. Я думаю, именно тогда произошел мой первый шаг. Я думаю, именно тогда у меня, ну, именно такая вот первая, первые толчки были веры, какого-то пробуждения, может быть. Вот, и я это почувствовал. Опять же, алкашка, кайфажор, на себе нужно почувствовать. Ага, вот тебе говорили, ты не чувствовал, сейчас вот и почувствовал, так можно в это поверить. И была еще одна у меня мысль, что это замкнутый кружок, что меня это ни к чему не приведет. Ну, хорошо, ты сейчас закончишь, опять на киоск, опять выпил, опять домой, покупался, спать, вечером встал и все. Я не говорю о семье, не говорю уже о детях, о друзьях, никого ничего не было. Вот, и один я, алкоголь, и все, больше ничего не было. Вот, никаких дел, никаких отношений, в общем, все скатилось. И это после того, особенно больно было, то, что уже там три, три с половиной месяца в программе, и мне казалось, что я знаю, что я что-то добился, когда мне говорили, говорит, а ты только дверь прикрыла, говорит, ногами в говне стоишь, говорит, дверь только приоткрыла, смотришь, говорит, как нам тут хорошо на розовом облаке. И опять же я людям не поверил, и у меня на это своя была точка зрения, которая не оправдалась. И все, а потом, а что дальше делать, а что дальше делать, группы, я понял, что группы, 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 как мне было стыдно сюда приходить. Люди в меня вкладывались, люди мне доверяли, люди мне и так, и так, и так, и так, и так. Еще где-то неделю, наверное, меня пока чевряжило, и как бы мне не было стыдно, у меня не было другого выхода, я пришел сюда. Я пришел сюда, а тут, о, здрасте, с объятиями, с чаем, со всем остальным. Все равно у меня было чувство стыда, у меня уже трезвости, может быть, там, 3-4 дня, неделя была, я сидел, молчал, мне было стыдно объявлять, и все это. Ближе к месяцу мне говорят, ну, ты месяц-полтора, говорит, надо же идти, вот, надо это. Я вернулся к молитвам, я вернулся к молитвам, я вернулся потихоньку, оно у меня, то есть, скажем так, вот, мацану в шеи, и физически, оно у меня опять стало получше все это. Вот, но все равно пришел к тому, что программа – это программа. Подошел к спонсору, говорю, спонсор, надо, не, не, я тебе не подойду, я другого не хочу. Ну, смотри, ну, в общем, договорились, новая книга, новая тетрадка, новая ручка, все заново, с другим пониманием, с другим ощущением, с другими делами начали мы делать шаги. Сказать вам, что мне помогло то, что я их начинал, абсолютно нет, абсолютно нет. Вот, какие-то где-то понятия были, но все заново, все по-другому. Ну, видать, вот, когда шандарахнуло меня по голове, видать, мне Бог вложил другое какое-то понимание, те же русские слова, те же понятия, которые вроде даже проходили. И все, начали проходить шаги. Четвертый, четвертый шаг, инвентаризация, тетрадка у меня осталась, думаю, посмотрю. Ну, у меня же, это же мое, это мой багаж, это мой не сайон. Что-то начал сидеть, колупать, данную его закинул, и заново все написал. Два в пол, до двух, до пол третьего ночи сидел такими этапами, все это писал, сделал, спонсору приношу. Я написал, выводил там, что это самое. Он говорит, ну, читай. Я говорю, ну, только на, смотри, я написал там, выделял что-то. Он говорит, это ты для себя писал, а не для меня. Это твоя инвентаризация, а не моя. Мне так было обидно. Я там выводил, подчеркивал, чтобы все было красиво, чтобы у меня была каллиграфичная, а спонсор говорит, это твое. Что касается шагов, что касается шагов, не мне судить о том, как нужно выздоравливать, какие формы, какие виды выздоровления, не мне об этом судить. У меня один путь, у меня один, как говорится, один есть не сайон, опыт, которым я могу поделиться. У меня не было репцентра, у меня не было кейлот. Вот, я не знаю, я и не завидую, и не сожалею. Это то, что есть, как говорится, на данный момент. Вот, но то, что касается, вот, именно признания, то, что касается именно высшей силы, именно признания того, что я не командую, не рулю в этой жизни, оно, и вот именно ощущение, ощущение высшей силы, оно у меня не было, как убило быватых ад, так что оно ударило, и все. Оно у меня было потихоньку. И я вот, я помню даже свои вот эти все. Первое, то, что я вот говорил, когда у меня было на работе, когда я почувствовал, что какая-то поддержка есть. Потом, по мере прохождения с книгой, я помню, третий шаг мы со спонсором читали, и какое-то такое вот было у меня, что у меня комок в горле, я чуть ли не плакал, вот тоже какое-то было. Пятый шаг. Пятый шаг – это отдельная история. Это очень, очень такой несайон у меня. И вот я много слышал, когда я шел сдавать пятый шаг, когда я шел сдавать пятый шаг, у меня была такая полная, я уже так почувствовал действие программы, работу программы, что да, она работает, вот, что я, я был готов спонсору рассказать все, чтобы действовать эффективно, я, я, я понимал, что другого выхода, другого выбора нет. Спонсор мне говорит, рассказывай. Откуда, я не хотел ничего утаить, я не знал, что рассказывать, у меня 42 года за плечами, там накосячина куча всего, рассказывай. Ну, у меня спонсор шикарный, он меня направил, там тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. 8 часов, как один, две, полторы пачки сигарет я скурил, 8 часов. Сказать, что это что-то сложно, сказать, что это... Нет, но, вот этот час тишины, который идет после пятого шага, я приехал домой, пересмотрел, перечитал, вот эта молитва, у меня такой молитвы бы не было, и, ну, вот, как вот после сдачи пятого шага, это было что-то с чем-то, я не знаю, это какой-то такой приход, какие-то такие новые ощущения. Естественно, я запыкавшись со спонсором, говорю, ну, чё, 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 тихо, чё, помедленнее, кони, говорит, всё нормально, всё хорошо, так бывает, оно попустит. Не хотелось, ну, спонсор же знает, чё, говорит, конечно, попустило, всё это ушло, оно на нет, но этот эффект, вот это вот, я очень хорошо его запомнил. Потом шестой, седьмой, восьмой шаг, они как-то все друг за другом так полетели, всё это дело, и я вот почувствовал, что это хорошо, когда перепоручаешь и не тянешь на себя, одеяло, это хорошо, когда не берёшь на себя ответственность, но с другой стороны, ты, да, ответственный, да, ты должен это делать. Когда мне спонсор сказал, говорит, решатся все твои проблемы, я говорю, ну, у меня 150 тысяч банки, как Бог решит мои проблемы? Он говорит, нет, ты их будешь решать, тебе Бог даст решение, а делать будешь ты. Девятые шаги будешь делать, ты финансовые, ты будешь делать, и решение проблемы, да, 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 ну, тебе даст высшая сила. Моё общение с высшей силой, я же говорю, и молитвы, они по качеству, как говорится, по приходу, они более разные. Доходит до того, что я, ну, я жаловался, говорю, я как шизофреник, что я что-то бормочу себе, там, Бог, Бог, ты, я думаешь, пусть лучше будешь шизофреником, чем активным алкоголиком, мне сказали. Вот, и нормально, потихоньку, я поначалу стеснялся того, что я в сообществе, я стеснялся того, что, но, так, наверное, бы высшая сила распорядилась, что те люди, у которых был какой-то сарказм, они как-то отселись, мы с ними практически не общаемся, остались те люди, которые, они это уважают, никто, естественно, меня не заставляет. Если люди что-то спрашивают с интересом, интересно, как они меня видели, когда я бухал, что я вытворял, и какой я сейчас. Вот, как говорят, со стороны изменения в человеке видно быстрее, может быть и быстрее, но, сказать вам честно, я сам за собой замечаю некоторые изменения. Вот, когда ситуация, когда пошел вот этот вот позыв в гоно такого, и уже готова вырваться, это то, что дает программы навыки работы по программе, когда вот эта вот пауза, и сразу молниеносно, и решение. Не всегда я согласен с ним, чаще я с ним не согласен, но я держу себя в руках и стараюсь сделать так, как положено. В 90%, в 99% случаев получается так, как положено, так, как оно должно быть. Конечно, говорит, за год, я считал месяц, два, эти медальки ждал, и все это, мне так это все было интересно, все это, какая-то медалька, все их собирал в кошельке, так что сегодня у меня есть хороший повод торжественно сдать это все в копилку. Что касается медалек, мне дали медальку, она поцарапанная. Блин, месяц, я месяц трудился, месяц не бухал, она какая-то поцарапанная, ее уже кто-то носил, кто-то за щекой создал, пытался. Вот, а сейчас я скажу по-другому, сейчас у меня отношение к этому изменилось. Может быть тот человек, который остался трезвым и остается трезвым, с этой медалькой, как так по эстафете передал это мне. И я хочу, чтобы каждые из этих медалей, которые мне помогли остаться трезвым только на сегодня, на сегодняшний день, я хочу, чтобы они тоже кому-то помогли, и чтобы вот это вот эстафета выздоровления, эстафета признания высшей силы, признание того, что есть высшая сила, что мы не руководим в этой жизни, чтобы люди понимали, очень трудно это понять, мне в определенном смысле было трудно. но когда это понял когда это ощутил это конечно работает так что в торжественном порядке это я передаю в копилку этого самого нашей группы я не знаю вот у меня получается у меня жизнь разделилась как бы на два этапа до программы после программы там до запоя после запоя я говорил и на сегодняшний момент я я бы я говорил и я буду говорить то что на сегодняшний день уже всего за год при том что я работаю одной ногой скажем так и левой левой пяткой работаю по программе можно коррекции больше этому всему уделять времени я настолько чувствую отдачу от программы настолько чувствую полезность не то что полезности необходимости общества и правильно вот недавно кто-то сказал что общество это не курсы общество это не лекции общество это часть жизни как сказали ну надо надеялись значит надо ездить и сначала меня конечно это все мой ходить каждый день хоть ни каждый день определенное время нет не хочу не буду а сейчас с одной стороны чувство необходимость другой стороны я чувствую кайф отдачи от этого с третьей стороны мне нравится общаться с людьми мне нравится быть кому-то полезным кому-то помогать мне нравится видеть когда мой совет кому-то когда едет аспекты у меня дергают за рукав он не так вот это помогло я тебе спасибо боже что я был кому-то полезен это это такие вещи это так все и она интересна и полезна и самое интересное вот тоже мне кто-то где-то я услышал мне этом эта дорога бесконечная и все зависит от меня насколько я захочу быстро эффективно неэффективно идти по этой дороге все зависит от меня и могу на малом газу топтаться на месте могу идти вперед и есть альтернатива если ничего не делать идти в обратную сторону это бутылка это пьянство а вот эта дорога конечная и там два путя один на кладбище один тур дом не туда не туда я не хочу в общем ребята я не знаю на сегодняшний день программа это часть моей жизни сообщества анонимных алкоголиков и программа спонсор анонимные все это да эта часть моей жизни и недавно я где-то услышал что мы выздорове для чего для того чтобы обрести трезвость восстановить семьи продолжать жить то есть нужно то что учат здесь нас использовать в жизни а это ох как нелегко намного проще сидеть и умные речи толкать здесь на на группе а потом выходить в действительность за 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 рамки и там это все это дело применять как мне сказали у тебя есть программа у них нет программы поэтому ты пойдешь и будешь извиняться но я же прав ты пойдешь и будешь извиняться день колбасе 2 колбасе то потом иду извиняюсь вот только тогда попускает поэтому служит нужно людей с опытом если бы это все это дело так как мне говорят я неизвестно уже вы на каких я благодарен высшей силе благодарен обществу я благодарен каждому из вас потому что в общении с каждым из вас бывают такие какие-то флеши какие-то такие бывают приходы и ну слова слова для себя что ни в каких бы умных книжках не вычитал и а если бы вычитал то не понял спасибо богу спасибо общество спасибо программе и спонсору что я сегодня трезвый спасибо 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 Продолжение следует...